приветствую в домике для цитрусов сегодня 18 января крещенские морозы кстати мороз да крепчает выпало немножечко снега но совершенно чуть-чуть есть ветерок и мороз пока слабенький но вроде бы как крепчает в это время в домике для цитрусов конечно же тепло единственно не хватает солнышко солнышко мало но так все отлично и начинают свести цимбидиум на стрелиться уже так вот он надулся классно сейчас я вам все по порядку покажу моя лохматая спутница со мной и конечно же тепло в садике побегали готов погоняли и все теперь меня сопровождаем на съемках не дай бог гляпнуть что-нибудь или упущу чего-нибудь не покажу до зарубь вот такого звезда на спине любишь чтобы ее гладили чухоли цитрусов конечно же еще много еще не все снималось камере цветут розовая темно-розовая там не такой бутон прям вот очень плотный просто красная простая и вот несмотря на то что январь отвалился бутончик и цветочек смотрите какие плотные бутоны у розовой жалко только они не пахнут но берут своей красотой и сейчас вот 18 января крещенские морозы как бы там обещали но январь такое мужик могут быть могут морозы могут не быть а феврале вполне вероятно что еще как задует как заметет вот мимоза пока без движения цитрусы цветут бутонится а ты еще все висят конечно же манго цветет я сейчас и кисточкой шуршую супругу не сегодня сюда муху выпустил вот знает куда муху пускать так что надеюсь что то останется зимнего цветения хотя конечно я не приветствую такое цветение зимние ну что делать природе не прикажешь им не расскажешь когда лучше цвести так что как-то нужно приспосабливаться и мириться кстати есть опыт что манго можно и не опылять вроде как платы тоже могут завязываться так что нужно пробовать и так и сяк и по-разному и в конце концов разобраться вот еще ксишан шун кокон апельсинчики висят и что я его путаю с кем-нибудь грейпфрут еще желтый конечно же с плодами и вот смотрите хотела вам показать прививочки я их делала осень это бергамот вот одна пошла прирост 1 конечно же засохла нужно переделать и вот три одновременно делалось на одной уже вот какой молодой прирост хороший тут надулись бутоны и третий вариант тоже зеленые красивой осенние прививки все отлично но ждать дольше и корней и приростов так что делайте если остается все зеленое набирайтесь терпение ну а по коричневого такое все пора срезать и переделывать царушка повернись ко мне за не захотел дорожка у меня становится все уже и уже цитрусы разваливаются и разваливаются своими приростами скоро дорастут все до потолка я сделаю красивую арку из зелени и будет у меня красивая арка влюбленных или как он там называется когда такой туннель в зелени красивой тоже дело туннель будет красиво вот все цветет по зелененькие кто дозревают плоды он в мир созревает шоколадочка еще висит ждет своей очереди кто-то листочком подцепит ну так все своим чередом своими буднями кто-то ароматом кто-то так своей красотой декапон вот сейчас один попробуем его вкусовые качества ценим уже так долго-долго лежит плотик пора и попробовать конечно конденсата пока много солнце есть на солнце мало ну хотя бы уже начал увеличиваться день 2 ананасика еще дозревают еще немножечко слабоватый аромат подожду пока будет посильнее чтобы они максимально набрались сочности пройдут морозы и отправлю обещанные коронки но остальные уже растят детей дети растут не по дням а по часам прям коктейль смотрите уже как начал созревать еще пусть немного повисит и сорвем полной спелости это первое плодношение очень интересно какой будет плод набираемся терпения и ждем и и конечно же радует своим цветением цимбидиум они все еще расцвели есть с бутонами стрелки с бутонами по выбрасывали но пока не цветут вот так вот мэр цимбидиум дальше кактус это вот тот который был с дыркой спасенный он прекрасно себя чувствует там его молодые иголочки а пушечка такая желтая ну то есть кактус живой он не сдох и даже с приростом они очень слабые приросты дают за год так что все отлично 15 градусов на данный момент вот уже закат солнышко садится будет скоро темно еще немного не будет темно вот свете на нем столько было цветов и бутонов он все сам скидывать что скидывает что вставляется он все прекрасно регулирует вообще цитрусы прекрасно все сами регулируют не нужно и мешать в этом смотрите санбакан очень много и скоро скоро дозреет в общем все все радует малахитово листвой бутонами цветами все как обычно особо каких-то там суперских изменений нету и вот камелий конечно же тоже красивый розовый цветочек довольно таки плотный если бы было больше солнца созрели бы быстрее кумкват и уже окрасились на так ветки тянутся урожай довольно таки хорошие это мы его но смысл созревать срывать их когда они в таком еще недозрелом виде когда полно и полной спелости они будут намного же желтее и вкуснее и слаще так что упирается в потолочек суккуленты стадии отдыха вот пора бы после за по срезать лимоны на все никогда все вечно какие-то дела санбакан смотрите еще немного но буду ждать максимально его окрашивание когда он будет намного намного вкуснее а вот стрелите смотрите какой уже огромный потом за четыре дня с последнего момента вот еще немного и под его раскроется и появится первый хохолок скоро скоро зацветут все три бутона вот будут очень красиво особенно если будет солнышко будет солнце будет вообще очень эффектно он не будет вам радоваться там что есть пока главное это спали вам смотрите могут и подсушить некоторые веточки вот сухая веточка где-то листочек сбросить так что все проверяйте убирайте что не нужны опавшие листочки сухие веточки но обязательно дайте им досохнуть ой это мандалаты точно правильно почитала до мандалаты то что перепутала его с другим сортом уже нужно снять урожай это деревом отдохнуть лимончики очень все потихоньку помаленьку листва малахитовая плоды еще желтые подожду немного и буду все все убирать вот астролазика и более крупный плод и помельче плоды и бутон как-то в этом году она прям разошлась не на шутку обычно она так поспокойнее вот такие пироги на сегодня дольче романа за окошком снежком все припорошено красивая картина тут мандаринки тепло тропический такой уголок за окошечком мороз снежочек посмотрите какой плодик уже у манджали пожалуй его можно открутить и дать ему временно полежать если он полежит два-три дня он будет намного вкуснее миниола тоже дозревает два своих плодика один я срезала или два случайно конечно же формировала ее витки подрезала летом и обгромзала ну ладно следующий раз будет наука буду куда повнимательнее вот лимон мэтика конороны тоже дозревает уже это павловский маленькие такие бутончики вот углифрут плоды еще висят ну много плодов на данный момент еще не срезана стрелицая николая растет хорошо вероятно не нужно будет пересадка вероятно нужно будет увеличить горшок ну посмотрим такие лопухи огромные красивые и вот какой обалденский цемпио смотрите реальный цветочек очень красивый очень эффектный бутоны у него крупные и цветы тоже крупные зеленоватые такие лепестки и полосатые в кратинку цветочки выглядит очень эффектно около пруда среди папорников выделяются очень цветы выглядит классно грибы тоже растут так что я с грибами не собираюсь злоупотреблять потому что всего лишь для гастрономического такого употребления именно зимний период отрастут соберем урожай и и все то есть злоупотреблять грибами я не буду потому что мои тропические растения конечно же в приоритете чтобы они были красивые с малахитовой листвой с массой бутоны бутонов и плодов так что грибы это так на чуть-чуть совершенно так мой пруд утопает в цимбидиопах папоротниках и теланте я всевозможных я бы еще добавила каких-нибудь красивых если попадутся то конечно же не удержусь и добавлю каких-нибудь медузы по раскорячисти желательно по кучеряй и очень красивый эффект на главное что они помирились моими условиями и и хорошо всем все нравится немножечко там листочки у котлей желтоватые наверно нужно под поясни попересаживать заменить им грунт потому как истощился вот ветка манго висит вот так над всеми все борются за солнышко за место под солнышком цветет только один манго ну и хорошо остальные пусть идут по теплу сейчас мне они с цветением как бы не олег пусть по теплу тогда лучше завяжется больше плодов часть им ведем находится вот на полочке на такой подножке за растениями у кого появляются потом тех я выставляю на свет божий чтобы любоваться их красотой вот там белый тоже есть него бутоны нужно достать убрать все что там него подсохла чтобы потом когда расцветет не обломать ему бутон вот так все зеленые плодов еще довольно таки много пора сыграть я планирую полив водой из пруда вот и потом соберем урожайчик пока проверочка нет ли каких-то там сигарашек нужен ли поливом возможно кого-то нужно пораньше под полить чтобы не залить потом вот такие вот бутоны на всех приросты и цветы все отлично и конечно же за руб он сторожит меня зашка за руня плодик для капона он уже довольно таки какое-то время пролежал и довольно прилично и пора по его попробовать уже кожура немножечко потеряла туркар хотя он все это время не находился а в домике саду для того чтобы он набрал сладости стал вкуснее прям рекомендую чтобы он полежал максимально долго вот мякоть у него сочная как потому что лежал он не стал ни сухим никаким либо другим аромат раздается очень классный и давайте попробуем что он хваленый прихваленый как уже его там только не хвалили блин он реально вкусный просто обалденский сладкий сочный вкусовые качества по пенски вот уж правда что не подвел так не подвел вкусовые качества у него обалденные будет конечно поэтому сорта отдельная роль когда созреть остальные плоды я их срежу так же само уложу чтобы полежали дозрели набрали вкусовое качество и потом только разрежу в общем декапон просто обалденный сейчас еще разрежем мандалаты есть мандарет есть мандалаты называли так конечно все штат все дребезжит плоды с него тоже осыпались и мешали на дозревание смотрите сочные кожурка какая у него тоненькая у декапона вот потолще у этого потоньше сок прям брызжет я что не помню должно у него быть пигментации не должна почему-то забыла посмотреть и думаю что это мандарет нет это мандалаты нужно конечно посмотреть по морфологическим признакам соответствует ли плоды заявленному сорту но сорт вкусный во первых очень сочный и такой кисло сад к сладкий сбалансированный смотрите какая у него пустотелая внутренность какая тонкая кожура есть немного сомнения по сорту но мандарин очень вкусный и классный ну декапон конечно же смотрите до этой двоечки лидирует вот с такими смешными названиями есть цитрус и мандарет мандалаты декапон он же называется еще сумму название смешные плоды интересны и тем более что все отличаются своими вкусовыми качествами обязательно это нужно попробовать и это реально вырастить дома на балконах на подоконниках это будет ну не ящик плодов но насладиться вкусовыми качествами тем более оценить их и понять может быть кого-то нужно оставить кого-то убрать кому-то красивый горшок да побольше и растить большое дерево чем пробуйте все вырастить у себя и только вы сами сможете оценить что именно вот вам нравится больше всего что именно вам подходит вот этот мандалат он должен тоже полежать и довисеть прямо вот так вот до упора иначе будут кисловатым я его пробовала в течение всего времени пока он созревал потому что плодоношение первое и непонятно созрел не созрел ну желтенький вроде как созрел же нет он должен сеть до упора и еще немножечко полежать точно точно так же как и декапон его прям рекомендует максимально долго выдержать чтобы он полежал и набрал вкусовые качества растите не расстраивайтесь если не получается переделывайте видео на то что не все получается тоже пропадают прививки могут растения пропасть так что не расстраивайтесь все переделать всех обнимаю до новых встреч пока а